Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Сейчас весь мир проходит через беспрецедентное экономическое время, когда мы видим замедление производства, закрытие бизнеса и кризис безработицы. Но в тени спряталась ещё одна гигантская экономическая проблема, проблема, которую не было видно уже около сотни лет, и которая известна тем, что привела к спиралевидному падению одну из самых мощнейших экономик за всю историю человечества. Об этой проблеме многие люди даже не слышали. Ну а прежде чем мы перейдём к контенту, я попрошу вас поставить лайк под это видео. Давайте наберём 2000 лайков. Для меня это большая мотивация делать эти видео дальше, учитывая то, что YouTube душит мой канал со страшной силой. Большое спасибо за вашу поддержку. Очень приятно. Если вы хотите купить что-то, например хлеб, что вы будете делать? В наши дни вы, скорее всего, просто пойдёте в продуктовый магазин, выберите хлеб и заплатите при помощи своей карты, наличных или телефона. Но покупка хлеба не всегда была настолько простой. Несколько тысяч лет назад, если вы хотели купить что-то типа зерна, то вам нужно было отдать что-то типа овцы. Это называлось бартерной системой, и именно так люди привыкли получать товары до создания денег. Но у бартерной системы была глубокая экономическая неэффективность. Например, если человеку зерном не нужна овца, то обмен просто не состоится. Именно из-за этой проблемы такие древние цивилизации, как Египет, Вавилон, Индия и Китай, пришли к совершенно новой идее, которая полностью изменила правила и применяется во всём мире и по сегодняшний день. Они стали применять глиняные жетоны, которые могут быть обменены в любом ближайшем складе на определённое количество товара. Таким образом, эти глиняные жетоны обрели ценность и могли применяться для торговли на рынке вместо использования бартерной системы. Именно так изобрели современную валюту. Но с изобретением денег пришёл и новый кризис, о котором мир до этого времени даже не слышал. В третьем веке нашей эры Римская империя имела наиболее продвинутую банковскую систему в мире, в основе которой были деньги и чеканка монет. Однако в эти времена несколько значимых событий привели к разрушению их финансовой системы. Первое из них – в Средиземном море заканчивалось серебро, которое было важным ресурсом для экономики римлян и производства римской денежной валюты. Второе событие – это то, что экономический рост Римской империи замедлялся на протяжении нескольких десятилетий. И третье – империя начала создавать больше монет и производить больше валюты в попытке исправить своё финансовое состояние. Проблема была в том, что как только римляне стартовали избыточное производство денег, эти деньги начали обестаниваться. Так что примерно в 284 году нашей эры римская империя пришла к первому зафиксированному в истории эпизоду того, что сегодня мы знаем под словом «гиперинфляция». Гиперинфляция привела к сильнейшему снижению ценности денег римской империи, буквально к ежедневному увеличению стоимости товаров по всей территории. Очень большая часть среднего класса обеднела. Эта гиперинфляция в совокупности с падением экономики и несколькими войнами в этом временном отрезке получили название «кризис третьего века». Многие историки называют этот век началом падения римской империи. Вспомните, о чём мы сегодня говорили. Излишнее производство денег для борьбы с расходами государства было одной из главных причин падения римской империи. И это приводит нас к текущему времени и текущим поразительным сходствам. Мы стоим перед лицом кризиса, в котором правительства по всему миру печатают триллионы долларов для борьбы с последствиями локдаунов. Многие люди боятся, что перепроизводство валюты приведёт к высокой инфляции или даже гиперинфляции, которая, скорее всего, подтолкнёт средний класс всего мира к бедности, точно так же, как это произошло и в Римской империи. Однако, несмотря на то, что большинство стран мира печатают слишком много валюты, в реальности мы совершенно не видим никакой инфляции. По факту, многие страны мира проходят через валютную проблему, которая может быть даже хуже. Видите ли, 1930-е годы были худшим отрезком Великой депрессии. И большинство людей ожидали чего-то вроде высокой инфляции или даже гиперинфляции, которая обычно возникает во времена плохого экономического состояния. Но на самом деле произошло диаметрально противоположное. Во время Великой депрессии наблюдался процесс, называемый дефляцией. Депрессия привела к настолько ужасному экономическому кризису, что спрос на наличные деньги значительно превзошел возможность государства увеличить денежную массу. Так что люди на самом деле наблюдали увеличение стоимости валюты на 10% в год на протяжении 3 лет. И все благодаря дефляции. На первый взгляд, это может показаться просто прекрасной вещью, ведь покупательная способность денег растет в период дефляции. Так как же это может оказаться плохо? Дефляция приводит к удорожанию всего, что относится к деньгам. Положительный момент в том, что покупательная способность денег растет. Но реальность такова, что это также приводит к росту стоимости долга. Сейчас мировые долги бизнеса, государств и частных лиц достигли исторических пиков. Например, государства уже взяли в долг более 17 триллионов долларов только за последние два месяца. И увеличили этот показатель почти в 10 раз выше нормы. Это значит, что каждый, у кого есть долг, имеет еще большую долговую сумму из-за дефляции. Будь то государство, рискующее кредитным дефолтом, бизнес, который уже несколько месяцев не платил по счетам, или частное лицо с просроченной ипотекой, пустой кредитной картой или студенческим займом. Фактически, мы живем во времена, когда мировые долги бьют все рекорды, и сумма долгов все еще увеличивается из-за дефляции, которая началась пару месяцев назад. Например, ведущие экономики мира, Европейский Союз, США, Великобритания, скорее всего, войдут в состояние дефляции через 2-3 недели. Крупные страны, Китай и Бразилия, окажутся в этом состоянии через пару месяцев. А такие нации, как Канада, Япония и Южная Корея, уже находятся в состоянии дефляции. Для Канады и Японии это довольно плохо. Видите ли, Япония уже является нацией с самым большим долгом по отношению к ВВП в мире. Антарио – это самая большая провинция Канады, и она также является регионом с самым большим долгом в мире. Если бы Антарио была отдельной страной, то она была бы на 28-м месте по размеру долга, опережая такие страны, как Ирландия, Саудовская Аравия, Аргентина и Объединенные Арабские Эмираты. Это значит, что те, кто уже имеют огромные долги и проходят через дефляцию, рискуют попасть в очень редкий экономический кризис, который называется дефляционной спиралью. Помните, мы говорили о том, что Великая Депрессия прошла через 3 года дефляции? Как выяснилось, в то время возникла дефляционная спираль, из-за которой все и случилось. Дефляционная спираль выглядит следующим образом. Дефляция является причиной падения цен на товары. Падение цен на товары является причиной падения заработка бизнеса. Это, в свою очередь, приводит к увольнению и уменьшению заработной платы, что заставляет людей экономить и тратить меньше, из-за чего бизнес зарабатывает еще меньше денег и увольняет еще больше сотрудников. Этот цикл продолжался, пока мировая экономика не вошла в самый плохой период в истории – в середину 1930-х годов. В настоящее время текущий уровень дефляции любой ведущей страны мира относительно неплохой и не вызывает дефляционную спираль или валютный кризис. Однако дефляция внезапно начала расти в течение нескольких последних месяцев. Если она продолжит рост еще на протяжении 3-6 месяцев, то некоторые страны будут вынуждены пройти через дефляционную спираль, причем такой силы, которой не было со времен Великой Депрессии. Несмотря на то, что некоторые люди рассматривают высокую инфляцию как врага экономики, менее распространенный враг экономики уже на горизонте, и о нем пока никто не говорит. Если дефляция продолжит свой рост, мы наверняка увидим намного более ужасный экономический кризис, чем тот, который мы переживаем сейчас. Это особенно актуально для стран с высоким уровнем. Долго. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, делитесь видео с друзьями. И обязательно берегите себя. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»